Симферополь Сказываются говорить на камеры, но в неофициальных разговорах признают, что являются российскими военнослужащими. Однако крымские депутаты отрицают присутствие российских военных за пределами баз Черноморского флота. Мы просто вынуждены были попросить защиту у тех людей, которые, собственно говоря, нами и создавались. Это войска наша. Это не войска, это отряды самообороны. Защита местным депутатам понадобилась от новой власти в Киеве. После того, как 26 февраля крымские татары на митинге заявили о поддержке территориальной целостности Украины, в помещениях Верховной Рады Крыма появились вооруженные люди. Под их охраной сторонники сепаратистского пророссийского движения проголосовали за проведение референдума на полуострове. Главный вопрос – повышение статуса Крыма и отношения с Киевом на основе двустороннего договора. В вопросе кроется желание вернуться к Конституции 1992 года, когда у Крыма был президент, и существовали практически договорные отношения между Украиной и Крымом. Практически конфедеративные отношения. У нас нет юридических механизмов для проведения этого референдума. Этот вопрос должна утвердить Верховная Рада Украины. Украина обеспечивает Крым электроэнергией и водой, поэтому присоединение его к России нецелесообразно, отмечают эксперты. Это дает основания опасаться масштабной российской интервенции в Украину с территории полуострова, где находится база российского Черноморского флота. Украинский парламент призвал международные организации, а также Соединенные Штаты Америки и Великобританию вмешаться в ситуацию и не допустить вторжения России. Вашингтон и Лондон вместе с Москвой в 1993 году выступили гарантами территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Верховная Рада требует от Российской Федерации прекратить действия, которые имеют признаки посягательства на государственность, суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе отказаться от поддержки сепаратизма в любой форме. Обращение поддержало большинство депутатов украинского парламента. Рада также призвала Совет Безопасности ООН рассмотреть ситуацию в Крыму, а ОБСЕ отправить туда наблюдателей. В то же время Совет Национальной Безопасности и Обороны Украины заявил, что пока не планирует вводить чрезвычайное положение на полуострове. Субтитры создавал DimaTorzok